Если объяснять то, как я пишу тексты, пишу я их долго, мучительно, часто переписываю, к старым текстам отношусь не очень хорошо, потому что взрослею, но бывают, среди них встречаются те, за которые не стыдно до сих пор, в новом альбоме будет прям совсем все хорошо, я считаю, что я раскрылся заново как поэт. Если говорить о песне «Когда я умру», эта песня была написана после очень большого, сильного разрыва, вернее, во время разрыва с женой, это реально эмоциональная песня о том, как было бы круто умереть и больше не жить. Ну, так и есть, на самом деле, бывают такие моменты, когда у мужиков опускаются руки, и все, что не могут, это ныть, а ныть – это моя прямая обязанность, профессия, все любят мое мытье, я так считаю, а кто не любит мое мытье, то просто ныть не умеет сам. Мне не хватает катаклизмов, развестись, что ли, или уйти из жизни, но резать вены больно слишком, и чтоб умереть мне хватит будильника не услышать. Такая аллегория о том, что я постоянно хожу на работу, вот, и чтобы, там, есть же строчки «не умереть и немножечко уснуть» у Высоцкого, вот, и здесь такая история, что, типа, проспать работу, и чтобы ее еще, с нее еще выгнали, это вообще будет полная жесть, вот, это и имел в виду, что сон – это такая маленькая смерть каждый раз. Но каждый хочет именно уснуть, и, возможно, день, когда я умру – это день, когда я усну и все забуду. Может быть так. Вот, это я и вкладывал. «Прошу, научи меня верить, лучше нуждаться в наркоте, чем нуждаться на хлебе, лучше журавль в небе, чем синица в небе, и если уж дохнуть под колесами, то лучше бентли». «Лучше журавль в небе, чем синица в небе, ну, все знают пословицу «лучше синица в руках, чем журавль в небе», вот, а здесь, если уж тебе ничего не досталось, то пусть тебе не достанется что-нибудь действительно большое и хорошее. «Если уж дохнуть под колесами, то лучше бентли, ну, здесь абсолютно то же самое, если не иметь чего-то, то лучше не иметь журавля в мечтах о нем, чем мечтать о какой-то синице». «Если уж попасть под колеса, ну, по-моему, все понятно, то лучше какого-нибудь крутого автомобиля и желательно с каким-то крутым человеком за рулем, чтобы был хоть какой-то резонанс, но умереть просто так тихо, спокойно, это не мой вариант. Может быть, это я не имел в виду, потому что, ну, сейчас я точно не помню, красивая фраза». «Или танка, к черту эту браваду, расщепляю пищу, а не атом, что-то светит богатым, что-то светит понтовым, а из Сан-Тропе все так же трудно попасть до перова». «Или танка, к черту эту браваду», ну, все до этого было, как я и сказал, такое бравурное, если умереть там, если умереть там, пафосно, вот, а если оставить вот эти все бравурные строки, то расщепляю пищу, а не атом, ну, обычный человек с обычными вообще потребностями, но расщепляю пищу и не являюсь там профессором каким-то, и не расщепляю атом где-нибудь в лаборатории, поэтому, да, физика из меня такого не вышла, я не выдающийся человек, так сказать». «Убив дракона, сам становишься драконом, и моя смерть едет в машине синим проблескован, как сладко обманут, как нежно и оскован собственной уверенностью, что все будет хорошо, блин». «Убив дракона, сам становишься драконом» – известная фраза. «Моя смерть едет в машине синим проблесковым». Практически то же самое, что и, ну, как сказать, ко мне едет смерть, это, ну, скоро синим проблесковым маячком. Захотелось завуалировать. Ко мне едут санитары, как-то совсем топорно звучит, по-моему. А если говорить о смерти, как о вестниках смерти, это такая вот скорая, скорая синим проблесковым, и как-то является ее вестником. «А может, я глуп-глуп-глуп, и не стоит в свою душу лезть так вглуп-глуп-глуп. Видимо, зря я его все жду. Лучший день в моей жизни, день, когда я умру. Бегись в дом, где ждут-ждут-ждут, и ты меня поймешь, ведь ты мой друг-друг-друг-друг. Возьми на руки сына, обними жену. Лучший день в моей жизни, день, когда я умру». Про лучший день в моей жизни, этот день, когда я умру, довольно много строк существует у иностранцев. У русских я как-то не слышал. Мне это выражение довольно сильно нравится. Мне кажется, оно открывает массу вообще, массу тем для размышлений, у коими эта песня и явилась. И последнее. «Возьми на руки сына, обними жену. Лучший день в моей жизни, день, когда я умру». Ну, это я оставляю послание следующему мужчине, который там, если будет, будет с моей семьей. Вот, собственно, я как бы ему говорю, возьми на руки моего сына, обними жену, заботись о них. А я удаляюсь. Тогда у меня был один сын, сейчас у меня сыновей двое, так что песня уже не настолько актуальна. Такая песня получилась. Я знаю, что она многим нравится, я ее тоже дико обожаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!